Привет, меня зовут Маша Агафонова, я редактор. Начну со смелого заявления. Я не то чтобы фанат кофе, а вот чая даже очень. Пишите в комментарии, если вы со мной в одной команде. Для меня в чаепитии есть свой ритуал. Налить себе чашечку горячего напитка и просто дать себе минутку помечтать о планах, о путешествиях. Когда вдыхаешь аромат, и ты уже мыслями не в офисе, а провожаешь закат где-нибудь на Шри-Ланке. Я много какие чаи пробовала, и честно, найти качественный и вкусный чай это вполне возможно. А вот качественный, вкусный и по справедливой цене задачка уже посложнее. В нашем чае я уверена, поэтому и в подарки его беру. В этом году уже маме на 8 марта дарила, и вот на Новый год и родственникам в подарки тоже положу. Потому что знаю, что человеку будет и вкусно, и приятно. Кстати, вы знали, что черный и зеленый чай это листья одного и того же растения? Все дело в их обработке. Для черного чая листья полностью ферментируют, а для зеленого их лишь слегка обрабатывают непосредственно перед сушкой. После ферментации их уже сушат и сортируют окончательно. На Шри-Ланке есть несколько основных областей, где выращивают чай. Плантации отличаются почвенно-климатическими условиями. Сам чай отличается цветом, крепостью, ароматом и вкусом. Окончательно цвет и вкус ароматика формируются уже в процессе ферментации. А что с чаем случается дальше? Есть два варианта. В первом случае чай закупают в большом объеме, привозят в Россию и уже здесь фасуют. Да, так дешевле, но качество чая снижается в разы. В пути он теряет аромат и впитывает посторонние запахи. Недобросовестные производители добавляют искусственные ароматизаторы, чтобы скрыть низкое качество чая. Конечно, этот вариант не для нас. А вот второй вариант уже да, когда чай выращивают и упаковывают прямо на Шри-Ланке. Чем быстрее после производства цейлонский чай будет упакован, тем лучше он сохранит все свое богатство, аромата и вкуса. Лишние добавки ему попросту не нужны. Такой чай мы нашли у компании Enrich. Теперь это наши надежные партнеры. Этот чай не похож на другие, он насыщенный, ароматный и благородный. И даже у чайных пакетиков качество на высоте. Вы ведь наверняка слышали мнение, что в чайные пакетики насыпают чайную пыль, отходы от производства чая. Может, с какими-то чаями так происходит, но не с высокогородным цейлонским чаем от Enrich. Внутри пакетиков тот же качественный чай, что и в других упаковках. Во время ферментации листья неизбежно крошатся на частички разного размера. Их сортируют, и мелкие чаинки идут на производство пакетированного чая. Кусовые качества у мелкого чая точно такие же, что и у крупнолистового. Разница лишь в том, что для заваривания крупному листу понадобится больше времени. Подтверждением качества чая служит особый знак на каждой упаковке. Это изображение льва с мечом. Оно присутствует на гербе государства. Его можно использовать только с разрешения Чайного совета Шри-Ланки. Таким знаком отмечается настоящий чистый цейлонский чай, который произведен в стране произрастания и соответствует самым высоким стандартам. Надеюсь, вам было интересно и красиво. А я вам желаю классного дня, и пусть ваш четверг будет добрым. Продолжение следует...